Здравствуйте! Возможно ли избавиться от кандиды, от молочницы навсегда? Бывало ли у вас такое? Пришла молочница, вы ее лечите, она проходит, а потом возвращается вновь. То есть ничего надолго, а тем более навсегда, не помогает, да? Было такое? Конечно. И вы уже полагаете, что невозможно избавиться от молочницы, от кандида навсегда. Так? Так. А это неверно. Возможно. Просто вы ничего для этого не делали. Антибиотики эту проблему не решат. Сейчас я расскажу вам, как гарантированно избавиться от кандидоза, от молочницы. И это реально возможно, но если только вы, кое-что в своей жизни измените. Для этого мне важно вам указать на 4 раздела этого видео, о чем и пойдет речь. Сейчас я вам их кратко назову, потом подробно все разберу. Но можете вы, если не хотите смотреть все видео целиком, хотя это неправильно, посмотреть тайм-коды, минуты, по каждому из этих разделов. Первый раздел называется «Что же надо знать вам всем о кандиде?» Второй раздел «Симптомы известные и неизвестные вам. Это надо знать тоже». Третий раздел «Главная причина кандида вот в этом». Ну и четвертый раздел «Серьезное и безопасное полное лечение молочницы и системного кандидоза». Ну и так поехали по порядку. Что же надо знать о кандиде? Чем она опасна? Это низшие дрожжевые грибки, а бывают еще и разные плесневые. Например, батритис, аспергелиус и так далее, да? Так вот, кандиды различные есть и должны быть в организме. Это нормально. Разновидностей кандид много, около 150. Некоторые из них симбионты, другие паразитические. Проблема в том, что равновесие в здоровом организме держится. И внешне это никак негативно не проявляется. Та самая известная молочница, вызванная кандидой альбиканс, поражает и мужчин, и женщин. Важно знать, что популяцию кандиды альбиканс сдерживает не только наш с вами иммунитет, иммунные клетки организма, но и некоторые бактерии, в том числе симбиотические. А бактерии люди часто уничтожают антибиотиками, применяя их по разным поводам. Так и не надо тогда удивляться, что вы не можете побороть кандиду навсегда. Как правило, молочница это показатель системного кандидоза в организме. Главные колонии кандид находятся в кишечнике. Кишечник это наш второй иммунитет. Токсичные химические препараты, которые назначают врачи к кандиду, никогда навсегда не убивают. При ослаблении иммунитета и при благоприятных условиях кандида начинает активно и безудержно размножаться. И вы видите молочницу как проявление, вернее часть проявления наличия активного размножения кандиды, альбиканс, а возможно других видов кандид в организме. Системный кандидоз может проявляться в любых отделах организма, в любых органах и тканях. Все хронические воспалительные процессы, так же как и кожные проблемы, такие как псориаз, нейродермит, дерматиты и так далее, начинаются грибками, а заканчиваются со временем, с течением долгих лет, к сожалению, и опухолями, доброкачественными и злокачественными. Об этом у меня было на канале несколько очень важных видео, ссылки на них я оставлю вам в описании. Что касается самой кандида, альбиканс, она редко встречается в летучем виде, свободном. Обычно она встречается в почве, в органических остатках и у людей. Она часто встречается в носоглотке. Обратите на это особое внимание. Определенную часть колонии кандид сдерживает иммунитет, но как только он дает сбой, активно начинается размножение кандид, что приводит к очень многим заболеваниям, многие из которых вы не связывали никак с кандидом. Например, молочница у детей на слизистой полости рта с язвочками и болезненной отечностью, это работа именно кандид. У вас есть белый либо серый налет на языке по утрам? У вас есть кандида, гарантированно. И, естественно, классическая молочница влагалищ у женщин с зудом и творожными выделениями – это работа кандид. У мужчин совершенно та же проблема. И что важно знать? Если эти дрожжевые грибки не обуздать, они вызывают генерализованный кандидоз, системный серьезный кандидоз с поражениями слизистых внутренних органов, с прорастанием в них, в различные ткани, а также научно абсолютно точно доказано, и не питайте здесь никаких ложных и вредных иллюзий. Я хочу, чтобы вы это понимали, что с этим серьезнейшим образом надо бороться сегодня, начиная не завтра. Кандиды различные вызывают онкологию молочных желез, женских половых органов, мычевого пузыря, в том числе у мужчин, и рак половых органов, и у мужчин, и у женщин. Именно кандиды вызывают рак слизистой полости рта. И что характерно, резко увеличивается не только количество людей, хронически зараженных кандидозом, но и количество в процентном выражении заболеванием рака. Да, причин на то много, но я сейчас говорю о доказанных причинах, связанных с кандидозом. Если, скажем, в 20-е годы носительство кандид составляло на слизистой полости 10%, то есть они выявлены были у каждого десятого человека, то в 60-е и 70-е годы их количество возросло до 46,52%, то есть у каждого второго человека, а в начале прошлого века у 85% людей. Кстати, почему такой рост? С чем он связан? А он связан главным образом, с одним фактором. Это связано с питанием. Об этом чуть дальше. Кстати, главные виды кандид, которые вызывают различные заболевания человека, на ваших экранах. Итак, пункт номер 2. Симптомы, известные и неизвестные вам, которые знать необходимо. Многие люди не знают, не думают, что некоторые из этих симптомов говорят о кандидозе. Первое. Постоянно или регулярно, каждый день хочется сладкого. Второе. Зуд в интимных местах и зуд в анальной области. По поводу анальной области, тут могут быть и паразиты, например, острицы. Поэтому я всегда говорю, сначала надо проходить антипаразитарную программу. Ссылку на главное мое видео по этому поводу и на набор антипаразитарный я оставлю тоже под этим видео. Третий. Белый язык, серый язык. Десять лет уже об этом говорю. А вот следующий пункт мало кто может связать с кандидозом. Это заложенность носа. И даже если нет соплей, а трудно дышать. Вот эта постоянная заложенность носа, особенно даже летом, то есть ни зимой, ни межсезонье, долгая заложенность носа говорит о наличии кандидоза. Системного кандидоза. Пятое. Проблемы с кожей. Прыщи, угри, проявления на коже в виде дерматитов, псориазов и так далее. Это однозначно кандида в том числе. Могут быть другие грибковые инфекции. Так, шестой пункт. Инфекции мочевых, точнее мочеполовых путей. Циститы, например, классика. Это кандидоз. Седьмое. Вздутие кишечника. Проблемы с пищеварением. Разумеется, здесь имеют место различные дисбактериозные состояния. Может быть СИБР, синдром дырявого кишечника. Но, как правило, кандида всегда присутствует. И это легко проверяется, когда вы убираете один очень вредный компонент из питания. Об этом далее. Восьмой пункт. Болят, ноют суставы. В запущенных состояниях грибки поражают уже и суставы. Девятое. Как следствие всего этого, утомляемость, усталость постоянная. Десятое. Запах аммиака. И вообще такой характерный специфический запах изо рта. При том, что с зубами все в порядке. Это всегда, как правило, говорит о наличии кандиды. Напоминаю, основные колонии кандиды в кишечнике находятся. Кандида плохо себя чувствует в сильно щелочной среде. А также в сильно кислой среде. Да, нам нужна нормальная PH от природы, данная всех сред организма. В основном это щелочные среды. Говоря о лечении, поясню и этот аспект. А что врачи говорят, что они назначают? Антибиотики в основном. А они только временно сдерживают инфекции. Причем убивают и бактерии, в том числе тех, которые нам нужны. Приводят к адаптации, к резистентности к антибиотикам кандид, колонии. Но точно убивают при этом иммунитет. Но в наши дни человек не просто принимает антибиотики в виде таблеток. Вы думаете, все так просто? Мол, ну кто-то принимает, а я нет. Не все так просто. В рыбоводческих хозяйствах, в животноводческой промышленности, в корма животным, уже в комбикорма добавляют автоматические антибиотики. Чтобы животные не болели, было меньше проблем, не возникали эпизоотии, то есть эпидемии. А куда дальше этот навоз по пищевым цепям идет, эти миллионы тонн? Что-то на поля, что-то в реке. С полей куда? В растения. А человек ест растения прямо либо опосредованно. Поэтому получают в том числе антибиотики, получают нездоровую почву и экологическую среду. А это я к тому, что вы хоть сами не пьете антибиотики, например, но получаете их вот таким образом. К антибиотикам кандиды давно приспособлены. Или, если вы вообще не принимаете и никак не принимали, быстро начинают приспосабливаться. Это первая причина такого развития кандидоза в наши дни, но не главное. В этой связи только лишь скажу, дам совет, выращивайте либо сами пищу, если хотите долго и качественно жить, либо покупайте у тех, кто ее производит точно гарантированно, без химии. Например, у нас наш сайт надгард.ру. Третий пункт. Главная причина кандидозов. Минуту моей рекламы. Качественной, уникальной и очень нужной всем продукции от Фролова. Понимает тот человек или нет, от этого суть не меняется. Я рекомендую всегда иметь с собой и дома в аптечке вот этот спрей для носоглотки. И вот почему. Он лечит насморк, сопли, заложенность носа, но это не главное. Он снимает зависимость от сосудосуживающих препаратов, на которых миллионы людей сидят годами, а значит снимает сухость слизистой и перспективу заработать полипы в носу. А еще это защита от вирусов. Просто перед походом в общественные места брызгайте и нос и горло, давайте его с собой детям в школу. Берите везде и всегда. Защитите себя от ангин, ОРЗ и ОРВИ. Подробнее о нем вы можете посмотреть вот в этом видео, ссылка в описании. А еще в данной линейке препаратов, созданных учеными Новосибирского Академгородка, гель для суставов глубокого проникновения для регенерации хрящевой ткани межсуставной жидкости, которая лечит артриты и артрозы. Также хочу вам предложить гель-сорбент для кишечника, который очищает кишечник и нормализует его работу. А еще вот этот уникальный гель и крем глубокого проникновения для омоложения кожи. Все эти препараты не имеют аналогов в мире. Ни в Швейцарии, ни в Японии нет ничего подобного. Ссылки на эти 4 видео об этих 5 продуктах я дам вам в описании под этим видео, под номерами 1, 2, 3, 4. Приобрести те или иные качественные товары, добавки, масла, все то, о чем я говорил и то, что я не сказал в этом видео, но рекомендую в той или иной связи, вы можете на нашем сайте nadgard.ru. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть почта России. Я имею в виду в других странах мира, где она работает. Главная причина кандидозов. Ну что ж, дорогие товарищи, главная причина распространения, развития, и агрессивности грибков, это наличие для них пищи. Что есть пища для грибков, по крайней мере для кандиды, это сахара, это глюкоза и фруктоза. Это их главная пища в нашем организме. Почему? Потому что люди, и тут как раз корреляция стопроцентная, с 20-х годов стали есть больше и больше и больше сахара. И еще, почти всегда запомните это, молочница возникает у тех, у кого повышен уровень глюкозы в крови, в организме. У тех людей, у кого есть инсулино-резистентность, и тем более у кого уже есть сахарный диабет второго типа. Что делать? Очень просто. Надо срочно убирать из рациона питания сахар, сахара, то есть все сладкое и на вкус, даже натуральное, в том числе фрукты, мучное, все, что содержит дрожжи, другие грибки, естественно, не дай бог пиво. Я надеюсь, что здравомыслящие люди все-таки пиво не употребляют, потому что эта гадость разрушает и головной мозг, и все органы и ткани организма, так как там есть этиловый спирт, по-другому он называется винный спирт, ну потому что там есть хмели производные из него, которые нарушают гормональное равновесие в организме, ну и, конечно, по причине питательной среды для развития грибков, в том числе и кандид. Я уж не говорю о том, что в пиве есть термофильные дрожжи. Итак, что нужно делать? Убирать срочно инсулино-резистентность. Никакого сладкого. Огромное количество видео этому посвящено у меня на канале, начиная от видео инсулино-резистентность. Что будет, если вы берете сахар на 10 дней? Почему нельзя есть сладкое и так далее? Далее. Глобальные причины кандидоза в неправильном питании и образе жизни, естественно. Восслабление иммунитета как следствие всего этого. Если у вас есть кандидоз, не допускайте переохлаждения, поберегите почки, не поддавайтесь вот этой, так сказать, пропаганде ЗОЖ в плане моржевания, по крайней мере, пока у вас есть эти проблемы и пока вы мало что об этом знаете. Стресс. Страшная вещь. Он сильно ослабляет иммунитет и, конечно, укрепляет кандиду. Безусловно, опасны и иные сопровождающие инфекции, потому надо срочно, у кого есть признаки кандиды, провериться не только на нее, но и на хламидии, на трихомониаз и гонорию. Что еще опасно? Конечно, синтетика в белье, только натуральное и постельное белье, тем более нижнее личное белье. Дорогие друзья, если вы мне благодарны за мои видео, за те знания, которыми я делюсь с вами, за мое время, которое я трачу на создание данных видео, то если уж вы не покупаете мои продукты, товары, приборы, то, по крайней мере, будьте благодарны настолько, чтобы хотя бы оставить комментарии под этим видео, ведь большое количество комментариев продвигает ролик в Ютубе. И напишите, какие темы вы хотите, чтобы я осветил своих будущих видео. И еще, никаких поганых этих ниточек, стринги всего этого разврата, что, разумеется, вредно по всем фронтам. И всего того не должно быть обтягивающего, что создает парниковый эффект на половых органах. Или раздражает их, или повреждает слизистые. И это относится и к прокладкам гигиеническим. Надо использовать биопрокладки, если уж на то пошло, ну, гигиенические. Менять их тогда, уж, по крайней мере, когда есть острые фазы, да, каждые три часа. А лучше заменить натуральными марлевыми, которые делать самим, дышащими, натуральными. Обязательно надо больше двигаться. Надо разгонять лимфу. Помните, лимфа – это канализация нашего организма. Лимфа не имеет своего сердца, насоса, как кровеносная система, а разгоняется, движется за счет сокращения мышц. Поэтому физическая активность – главный залог здоровья. Движение – это жизнь. Движение мышц, начиная от ног до рук, это устранение застойных явлений. И еще фулевовые кислоты, не путайте с фолиевой кислотой, а именно фулевые кислоты улучшают работу в том числе лимфатической системы и улучшают донесение до каждой клетки организма и лекарственных веществ, и питательных. Об этом у меня было отдельное видео, непременно его посмотрите. Ну, кто не видел. Ну, а теперь завершающая четвертая часть – серьезное и безопасное лечение молочницы и вообще системного кандидоза. Как я вначале уже и говорил, данное видео приурочено к новому уникальному продукту, полностью растительному, безопасному средству, которое условно называется антикандида, позволяющему гарантированно избавиться от кандидоза системного, возможно, впервые в вашей жизни. Но только при соблюдении определенных важных правил. Но перед тем, как рассказать об этом средстве, скажу несколько важных подсказок, дополнительных мер. Если есть сильный зуд, то скорая помощь вам будет бура в глицерине, 20% раствор. Она обладает сильнейшим противозудным эффектом. Тампон смачивается и, так сказать, на ночь используется. Таким образом обрабатывать 5-7 дней подряд. Нистатин – это не антибиотик. Это меньшие золы можно вполне применять всего лишь 3 раза через 3 дня. А вот длительные курсы антибиотиков убьют печень, почки и функции крови. Спринцевание определенными травами, возможно, и правильно. И вот про это, и про ванны с травами, примочки и так далее, и так далее. Всеобъемлющую информацию, огромный монументальный труд я издал в инфопродукте номер 8. Ссылку на него я оставлю, если захотите. Параллельно, то есть и то, и другое, и третье. Можете последовательно делать, поскольку это разные воздействия. Они не накладываются друг на друга в плане противоречий. То есть, все вместе это можно и нужно в идеале применять. Можно подмываться, спрашивают люди некоторые, слабым раствором соды. Можно. Как и употреблять внутрь? Но немного. Если мы говорим о внутреннем приеме, общеукрепляющем, скажем так. Одну треть чайную ложку натуральной только соды, химически чистой. Развести в стакане теплой воды до 50 градусов не выше, не гасить соду кипятком. И часа за полтора-два до завтрака раз в день пить. Так можно. А также помните, кандиды создают себе и нуждаются в кислой среде, в которой активно они размножаются, естественно, при наличии сахара в организме. Главное, это надо укреплять иммунитет, менять питание свое, устранить дефицитные состояния по минералам, витаминам и жирным кислотам. Вот эти видео, которые вы видите на своих экранах, вам помогут. Ссылки на них я оставлю под этим видео. Далее. Применять стоит фульвовые кислоты. Они очень сильно помогут, так как фульвовые кислоты, не путайте с фолиевой кислотой, это проводники питательных веществ в клетку, это транспортеры, которые улучшают работу лимфатической системы по выведению токсичных веществ из организма. Они запускают спящие митохондрии, улучшают энергетический обмен. Это мощнейшие антиоксиданты. Ну и так далее. Посмотрите видео о фульвовых кислотах. Их вы тоже сможете приобрести по ссылке. Вот все, о чем я говорю, на все это будут ссылки под этим видео. Кстати, если будете принимать до приема пищи фульвовые кислоты, то яблочный уксус натуральный в принципе можно не потреблять. Так как и фульвовые кислоты, как и яблочная кислота провоцируют выработку желудком соляной кислоты, увеличивая pH и создавая именно в желудке правильную кислую среду для дезинфекции от попадания в организм инфекций и улучшают переваривание в первую очередь белков. Кокосовое масло очень советуем и снаружи, и внутри применять. Почему долго объяснять, было видео тоже про кокосовое масло. Очень важен переход на кетопитание, но веганский тип, и соблюдать интервальное голодание, при котором запускается очищение организма, процесс аутофагии и так далее. Убрать из рациона питание, значит, сахара, мучное, молочные продукты. Возникает вопрос, у некоторых людей возникнет, а что же тогда есть? Тогда смотрите мое видео, которое так и называется, а что же тогда есть? Гвоздика, тимьян. Очень полезные и являются противогрибковыми средствами применять их вместе с методикой. Лечение можно и желательно. Зелень, как можно больше зелени, особенно горьковатые, вроде руколы. Дикоросы, самые полезные из которых в данном случае крапива. Важно наладить желчевыделение, для этого ешьте чеснок, он лучшее желчегонное средство. Пролечивать молочницу, вообще системный кандидоз надо в паре, то есть, чтобы и муж, и жена, неважно у кого проявляется в активной форме, а пролечивать нужно обоих. Не применяйте антибиотик, обязательно восстанавливать микрофлору надо. И в кишечнике, и что называется, половой интимной зоны. Лучшие пробиотики, это пропионовые симбиотические бактерии Эвита, созданные еще в советское время и сохраненные. Их производит одна лаборатория, а мы их продаем. Ссылки, разумеется, также дам. Квашеную капусту ешьте, очень полезно, не буду сейчас объяснять почему. В данном случае тоже очень. Вообще ферментированные продукты, ферментированная клетчатка. Перед тем, как я перейду к антикандиде, на этом закончу, вот к этому новому препарату, который, ну, скажем, теперь составляет основу антигрибкового, противокандидозного, против молочницы, значит, набора, является антикандида, это такой набор трав. Чуть позже расскажу. Но вот что еще входит в набор антигрибковый. Кстати, это самое простое решение и правильные, комплексные проблемы. Ссылку на набор оставлю, так же, как и ссылку на антикандиду. Но какие грибные препараты входят в набор? Кто-то скажет, ну, ведь кандиды это тоже грибы. Значит, давайте так, еще раз, кто не в теме. Низшие грибки, то есть дрожжевые и плесневые, паразитические грибки, в природе, а это так и происходит, подавляются как раз высшими базидеальными грибами. В природе высшие грибы это лекарства, которые используют животные и высшие растения для подавления низших грибков, чтобы они не погубили, соответственно, животных и растений. Вот какие лекарственные грибы, высшие необходимые препараты из них. Принимать, то есть внутрь, для подавления грибков, для подавления кандиды. Это веселка, лучше, конечно, водорастворимая форма, самая активная. Второй это трутовик лиственничный. Ну, третий это дождевик. Отчасти антикандидозные свойства имеет грибчага. При остром течении заболеваний, слизистых полостей рта, при стоматите, рекомендуется промывание рта настойкой грибовеселки. На одну часть настойки берется три части воды. При молочнице у женщин спринцевание настойкой веселкой тоже применяются. На одну часть настойки берется шесть частей воды. Для снятия зуда в интимных местах применяется крем веселка или крем чага. Кому-то помогает то лучше, кому-то другое. Тут надо пробовать. А в особо сложных случаях поражениями грибками, различными, включая грибки ногтевых пластин, стоит дополнительно ввести на три месяца приема препарат гриб Агарит Бразильский водорастворимую форму по одному сашепакету два раза в день. Скажем, через 30-40 минут после еды. Про инфопродукт номер 8 о лечении грибковых заболеваний травами я вам предложил. Есть у меня еще инфопродукт номер 22. Там указаны все меры. Это вообще уникальный продукт. Два года я пытался его сделать, заставить себя побороть лень. Но вот сделал все-таки недавно. Так вот, как быть здоровым вообще? То есть все меры, кроме непосредственно методик лечения индивидуальных проблем, вот 98% информации, все, что необходимо человеку, чтобы быть здоровым и жить долго здоровым человеком, там есть сказано и необходимо. Итак, по грибным препаратам я пояснил вам. Подробно расписано, как что принимать, по ссылке под этим видео. Ссылка будет «Набор для лечения молочницы, запятая, кандидозов». Учтите, там будет то, что входит в набор, что необходимо в любом случае. А прямо под набором то, что я рекомендую дополнительно. Это уже вы смотрите и можете заказывать по отдельности. Кто что посчитает нужным дополнительно. Это можно все вместе. Я имею ввиду и то, и другое, и пятое, и десятое. Не сразу, а по времени просто все разносить. Кстати, об этом у меня было видео «Как принимать совместно, что совместимо, что нет». БАДы, лекарственные средства, грибные препараты и так далее. Я тоже ссылку на это видео оставлю. Там я даю просто алгоритмы, чтобы не спрашивал тот или иной человек постоянно, а как это, как то, а сам понимал. Вот эти закономерности, алгоритмы. Ну что ж, а теперь про антикандиду. Только давайте вкратце, потому что подробно исчерпывающая информация дана мной под препаратом антикандида. Ссылку тоже оставлю под этим видео. Ну и, естественно, под набором антикандидозным. Так вот, суть в том, что этот препарат есть смесь из растительных экстрактов и ингибиторов синтеза хитина. Тут вот в чем суть. Этот препарат ингибирует и разрушает хитин в клеточных оболочках грибков. То есть их защитный экзоскелет. Что и помогает очистить ваше тело от всех патогенных форм грибков, которые по разным причинам в нем укоренились. И именно после того, как препарат уничтожает защитный слой хитина грибков, ваш иммунитет и сможет легко обезвредить грибковые колонии. И помните, что только иммунная система в любом случае, а все средства, которые действуют, направлены непосредственно на укрепление иммунной системы разными способами, в том числе ослаблением грибков. Так вот, как это работает подробно, да? Из чего состоит? То есть полный состав. Как применять досконально? Вот все, что только можно, спросить и нельзя. Все подробно разъяснено, объяснено, прям под этим товаром в текстовом формате. Я советую применять набор. Комплексные меры всегда сильнее отдельно взятых. Ну и что я в завершении хочу еще сказать и напомнить. Чем опасна кандида, молочница, системный кандидоз? Именно эти колонии грибков часто вызывают бесплодие. Это как раз прорастание кандиды в матку яичники. Это потом уже возникают кисты, миомы. Это все звенья одной цепи, чтобы вы знали. Кстати, в моем одном очень важном видео я объяснил закономерности возникновения некоторых форм онкологии, где изначальными первопричинами были грибки микромицеты. Посмотрите, это очень интересно. То есть, что вызывает кандидоз, что батритис и другие грибки, так? Очень часто и практически у всех людей есть кандидомикоз слизистых оболочек, то есть сладкое. Первое проявление этого – белый или серый налет на языке и небе. Более серьезные показатели – увеличение паховых лимфатических узлов и боли в коленях. Это уже вторичные поражения. Кстати, плоскостопие тоже связано отчасти с грибками кандиды. Часто людям, детям особенно, удаляют гланды. Гланды – это очень плохо. Гланды – это часть лимфатической системы, защитной нашей. Потому они и воспаляются, что противостоят инфекциям. А глупые врачи, потому что по-другому тут сказать нельзя однозначно, удаляют то, что жизненно необходимо, как защитный от инфекции барьер в организме. Если проблема с гландами, то у вас шире говорят кандидоз бронхолегочной системы. Кандида от родителей передается детям. Если есть кандидоз кишечника, а системный кандидоз всегда колонии главной, кандида именно там, проблемы с кишечником. Далее прорастание в матку яичники, мочевой пузырь, а это и цистит, это проблемы почек, это рак почек. В общем, тогда можно сказать о кандидозе мочи половой системы. Ссориазы и другие поражения кожи – это всегда грибковые инфекции. Посмотрите об этом мое вот это видео. Выделение слизи любое – это всегда работа иммунной системы по инфекциям, это погибшие белки. Головные боли ни с того ни с сего, без каких-то явных проблем, опухоли и так далее, часто бывают из-за системного кандидоза. Боль в затылке связана часто с проблемами затылочных лимфоузлов, когда лимфоток из головы затруднен. А куда он идет? Под ключичные лимфатические узлы. Если болит спина, под лопаткой, позвоночник, то кроме невралгии и прочих проблем, это как раз проблемы кандидоза, говоря, шире. Итак, самое последнее, что я здесь скажу, вот что. Важно проходить антипаразитарную программу, начинать всегда с нее. Паразиты есть у всех. Далее идет антигрибковая терапия. Далее уже по назначениям. Но у кого онкология, конечно, тут ни до чего и надо сразу лечить рак. По онкологии у меня есть много видео, есть отработанные методики, есть индивидуальные консультации. Под каждым видео, в том числе под тем, которые вы смотрите сейчас, есть на все на это ссылки. Не поленитесь, нажмите слово «Еще», если вы в Ютубе, либо вот так, если вы на смартфоне смотрите, и открываются все эти ссылки. Просмотрите подробно все. Это жизненно важная информация. Не надо писать, спрашивать до того момента, пока вы все не изучили. Потому что я, как правило, даю все всегда исчерпывающее. Просто люди невнимательны многие и ленивы. Борите в себе эти вредные привычки. Ну а на этом, пожалуй, все. Обязательно поделитесь ссылкой на данное мое видео со своими друзьями, товарищами, коллегами, близкими. Возможно, кому-то это мое видео поможет. И вы сделаете хорошее дело. Приобрести те или иные качественные товары, добавки, все то, о чем я говорил, и то, что я не сказал в этом видео, но рекомендую в то или иной связи, вы можете на нашем сайте nadgard.ru. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть почта России. Я имею в виду в других странах мира, где она работает. Если вы находитесь в других странах и переживаете, что платежные системы отключены и нельзя оплатить в Россию, не волнуйтесь. Вы спокойно оформляете заказ, с вами свяжутся и вы оплатите спокойно представителю нашему в другой стране, в европейской стране. Поэтому спокойно оплатите, а мы вам спокойно вышлем, если работает почта России, у вас наш товар, ваш заказ, вашу страну. Каждый день мы так отправляем, проблем нет никаких. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания.